Великая Отечественная война не обожгла Рассказово пулями и взрывами. Дома Рассказовцев остались нетронутыми, но души их были искалечены. Война не пришла в наш город, но она пришла в семьи и сердца. Мужчины отдавали жизни и здоровье на фронте, а женщины – душевные и физические силы в тулу. Рассказовцы отправили Красной Армии тысячи метров сукна, десятки тысяч гимнастерок, сотни тысяч пар носков и варежек. А врачи и медсестры госпиталей, располагавшиеся на территории Рассказово в годы войны, спасли жизни раненых солдат. Сейчас здесь пустырь. Только обломки напоминают о том, что когда-то здесь был клуб имени Кирова. А в июле 1941 года именно в этом месте открыли первый эвакуационный госпиталь. И фронтовые поезда повезли в Рассказово сотни раненых солдат. В течение всей войны в нашем городе функционировало девять таких госпиталей. Под них отдавали лучшие здания. В кратчайшие сроки делали в них ремонт. Палаты, операционные, процедуры, перевязочные были организованы в здании пятой школы, роддома, правучилище номер 24, Асеевского дворца и Оржинской суконной фабрики. В вако-госпиталях раненым помогали встать на ноги и воспрянуть духом. Школьники, молодежь, медработники исполняли для них частушки, песни, стихи и танцы. Раненых старались развлекать. То есть, например, в клубе Кирова там был создан драматический кружок, где выступали перед ними. Еще был такой интересный момент в нашем городе, то, что к нам приезжала мама Героев Советского Союза Зоя Александра Космодемьянских к нам в город. И она выступала. Тут тоже данные разные. По одним данным, ну то есть, в Оржинке, да, или здание ПТУ-24, или клуб имени Кирова. То есть, она приезжала с беседы, она ездила по стране с выступлениями, и она выступала перед ранеными. В вако-госпиталях работали молоденькие девочки по 15-17 лет, окончившие курсы медсестер. Работа была тяжелейшая. На одну медсестру приходилось 60-70 раненых. Каждому необходимо было уделить внимание, накормить, перебинтовать, постирать белье и бинты. Когда началась война, Зинаида Михайловна Серова была немного старше остальных. Ей было 19 лет. Она была мобилизована и должна была уйти на фронт. Но из села Богословка, где она жила, в то время транспорт не ходил. Поэтому в Рассказово пошли пешком. Дорога была долгой, и юная медсестра Зина не успела. Часть сформировалась и уехала на фронт. Она осталась работать в Рассказово, в госпитале, организованном на базе ДК имени Кирова и 5-й школы. Уже в первые дни привезли около 700 раненых солдат. Было очень страшно, рассказывает Зинаида Михайловна. Война научила молодую медсестру не только хорошо и быстро делать уколы, ставить капельницы и накладывать повязки. Но и делать то, что сейчас умеют только врачи – ставить на вакаиновую блокаду и вводить наркоз. А вот Антонина Васильевна Еричева становиться медсестрой не собиралась. Когда началась война, она училась на втором курсе педучилища и должна была стать учителем начальных классов. Но война внесла свои коррективы в ее судьбу. Антонина Васильевна окончила медсестринские курсы, после чего работала в нескольких госпиталях города Тамбова. И только в 1943 году в числе других рассказовских девушек была направлена в свой город. Вчерашним школьницам пришлось сполна прочувствовать вкус войны. 4 ноября 1943 года привезли сюда эшелон раненых. Товарный такой, товарняк этот самый, эшелон не такой, не пассажирский. Там страсть, сколько они ехали, там все было закопчено. На середине жгли они, то есть чурочки там, эти самые костры, все делали, чтобы обогревать больных вагонами, вагонами. И целый эшелон приходил. Мы 4 дня разгружались. Таскали, кто на лошади, кто на что носил, кому учили. Трудно было. Раненых, да? Раненых, раненых таскали. В пятую школу пришли, санпропускник, санпропускник, искупаем их, значит, это самые, все уже в ебсак они, все неходячие. А под ебсом там рана, и там гной, и там черви. А привезли столько червей было, пока они ехали две недели. Там страшно, сколько было червей. Вот, ну как-то привыкли. Спасать жизни приходилось в условиях страшной нехватки еды, медикаментов и перевязочных материалов. Света не было, вместо электричества зажигали свечи и лучины. Гнойные кровяные бинты стирали с хлоркой, дезинфицировали на печах и использовали повторно. Очень мало было лекарств, солдаты мучились от боли. Вот эти вот крики, боли, вот это очень страшно. И когда вот стонет, а помочь нечем. Ведь раньше-то не было ничего, ни морфи, ничего не было, обезболивающих почти ничего не было. Аналгин один, и все. И то он в таблетках, в уколах почти не применяли. Почему? Потому что не на чем было кипятить. Кипятили на плите терилизаторы. Ну, один раз и скипятишь, а второй раз не на чем кипятить. Медсестры работали под руководством знаменитого хирурга Павла Николаевича Донского. После окончания военно-медицинской академии Санкт-Петербурга по специальности врач-хирург, начал самостоятельную работу на полях сражений Первой мировой войны. В 1918 году его пригласили в Рассказовскую больницу, в которой до конца своей жизни он был заведующим и главным хирургом. В те годы больница располагалась в здании Екатерининской церкви. Там же он и жил. При Павле Николаевичу Донском она была полностью переоборудована. Приобретены автоклав, новейшие хирургические инструменты. Открыт в 1925 году рентгеновский кабинет, клиническая лаборатория. При Донском впервые стали проводиться полостные операции на черепе, желудке, печени, почках. Первая резекция желудка была проведена в 1925 году. При Донском был открыт пункт переливания крови, онкологический пункт. Павел Николаевич консультировал все девять госпиталей. Именно по его инициативе были созданы курсы медсестер. Никто из медперсонала не вспоминает Донского ни одним плохим словом. Все отзываются о нем как о чудесном человеке и талантливом специалисте. Павел Николаевич проводил сложнейшие операции, к участию в которых привлекал хирургов-практикантов и самих медсестер. Один раз мне пришлось с ним ночью оперировать. У больного началось обильное кровотечение, артериальное кровотечение с ноги. С ноги. Прямо обильно делать уже ничего нельзя было. И вот я была, вторая медсестра внизу была, и, значит, и санитарочка, и он, Павел Николаевич. А у него как раз была флегмона правой руки, и он не мог оперировать. И вот он нам указывал, чего делать. За спасение жизни, заботу и чуткое отношение Павел Николаевич Донской получил от пациентов тысячи благодарностей. Его заслуги и многолетний добросовестный труд оценила и страна, на благо которой он работал. Донской был награжден орденом Ленина и знаком отличник здравоохранения. Позднее ему присвоили звание заслуженного врача ИРСФСР. Жизни и неустанной работе хирурга Донского посвящена выставка в Крывеческом музее. Сейчас о работе Рассказовских эвакуационных госпиталей в годы войны почти не вспоминают. Да и главных лечебных зданий пятой школы ДК имени Кирова уже нет. А в их стенах были спасены тысячи жизней. Медсестры и врачи совершили огромный подвиг, поставив на ноги тех, кто боролся за победу. Долгие четыре года они неустанно дежурили у кровати раненых солдат. Поэтому новость о капитуляции немецких войск многих застала именно в госпитале. Когда кончилась война, как раз было мое ночное дежурство. И я сидела у тяжелого больного, который должен был умереть. Вот, очень тяжелый был. Он не русский был, татарин. Татарин мальчик был такой. Ну, лет, наверное, 19-20 ему было, не больше. И вот тарелка над его кроватью была, вдруг зашипела. Ши-ши-ши, и я вот в его сижу. Начало, внимание, внимание, говорит Москва. Я открыла побольше. Тут раненые 16 человек жили. В этой, в одной палате, в общем, в другой палате, в общем. Пятая школа была, все полностью. И первый, и второй этаж. Все заняты полностью. Вот, и, значит, говорят, что капитулировала Германия, подписала акт, значит, о прекращении войны. Война кончилась. Ну, я когда на все, ну, что тут было? Ой, это представить невозможно. Там и ликование, и слезы, и консервные банки. Катают, шумят, в общем, как дети вот радуются, а как в хоккей играют. Вот, и все, такая улыбка, и такая радость. Ну, с дежурства иду как раз утром у фабрики. Стреляют в фабрика. Ведь пять тысяч человек у нас в фабрике было в войну. Все стреляют, радуются, обнимаются, целуются. К сожалению, встретить этот счастливый день суждено было не всем. Об этом говорят братские могилы на Центральном и Аржинском кладбищах с надписью на памятниках «Воинам советской армии, умершим от ран в дни Великой Отечественной войны». И все эти смерти своими глазами видели и своими сердцами чувствовали молодые девушки в белых халатах и начинающие неопытные врачи, для которых спасение чужих жизней стало главным делом в их непростой судьбе. Дарья Белозерова, Максим Соколинский, Новости, ТВ Рассказыва.